Второй пункт рамки цели, большой второй пункт, это контекст достижения цели. Контекст достижения цели это ответ на вопросы, где, когда и с кем я достигаю цели. Тут очень важная вещь. Чем шире контекст достижения цели, тем больше требуется ресурсов для того, чтобы эту цель достичь. Привожу очень мой любимый пример. Представьте себе фронт Второй мировой войны в начале 1942 года. Аж от самого Ленинграда до самого, например, Ростова-на-Дону, Керчи, где он там точно проходил. Две с половиной тысячи километров и вы хотите сделать прорыв войсковой, наступательную операцию. У вас есть два варианта действий. Первый. Собрать в одном месте кулак, то есть высоко концентрированную армейскую группировку. Как мне мой прадед рассказывал, да, устроить артподготовку при плотности артиллерии 200 орудий на километр. Это, чтобы вы понимали, одно орудие каждые пять метров и шесть часов устраивать артподготовку. Через шесть часов, когда орудия пропажут, это не метафора, четыре километра вглубь, идет пехота и находят первого выжившего слегка херевшего немца, километров через восемь в шоке, который не способен к сопротивлению. После чего идут танковые клинья, бомбардировщики, истребители с криками «Агигей». Вся эта толпа несется вперед. Фронт прорван. Массированным ударом высокой концентрацией идет атака. Также фронт с другой стороны прорывается, херах котел, херах котел с другой стороны, с криками «Агигей», там тусовки начинаются. Либо вы одновременно по всему фронту от Ленинграда до Керчи устраиваете артподготовку. Орудий вам требуется немножко больше, чем на 70-80 километров, и с криком «Агигей». Вы пытаетесь прорвать весь фронт одновременно. Как вы думаете, в каком варианте действий план более реальный к выполнению? Первый – совершенно верно. Стандартная ошибка молодняка – ставить себе глобальные сверхцели в формате формулировки «я достигаю цели везде, всегда и всюду». Чем уже фронт цели, тем меньше вам потребуется ресурсов из бессознательного на ее достижения. Я не знаю ни одной цели, которая реально нужна в формате везде, всегда и всюду. Контекст достижения цели связан из нескольких ответов на несколько простых вопросов. Первое – где достигается цель? В каком городе или в каком районе города, что еще проще, в каком офисе все еще лучше происходит? Вопрос – где? Когда – это вопрос времени. То есть, когда я уверен, в какое время цель достигнется. В данном случае, то есть, 25 мая 2016 года. Я это говорю сам себе, думаю, не очень уверен. 25 августа 2016 года. Пускайте вопрос в тело. Помните, о чем Леша говорил? Да. Когда – это вопрос очень важный, вопрос по времени. То есть, будьте честны, ставьте время, которое точно уверено, что вам его хватит. 21 марта 2016 года я сижу дома, держу в руках миллион рублей, полученный за то, что явно сделал сделку. Ну, ты сидишь дома, ты сам себе не вихришь. Бабла, скорее всего, не будет, но виноват Богачев. Потому что Богачев давал технику, которая не сработала, но ты же сидел дома и визуализировал. Богачев явно что-то секретное зажал и не сказал. А ты хотел, ты же все по инструкции делал. Ну, вот по инструкции нужна быть 100% уверенность во времени. Вопрос – когда? Вопрос – с кем? Обязательно прописывайте людей, которые вам необходимы в процессе достижения цели. Именно необходимы. То есть, если цель достигаете вы в одну каску, так и пишите. Я сам без ансамбля. Ну, опять шучу, ничего не пишите. Если пишите в процессе достижения цели, мне помогает Вася и Петя Леша. Я с ними веду переговоры, там и договариваюсь в каком-то время сотрудничества и компенсации за их время. К примеру. Итак, пример вопроса «Где?». Да, это город и район. Пример вопроса «Когда?». То есть, это время, за которое вы уверены, что у вас это будет. То есть, идеальный формат, да, если вопрос касается… Ну, сложная формулировка будет, наверное, запутаетесь, еще раз вам скажу. Если вопрос касается навыка, умения, да, то идеальная формулировка выглядит, начиная с такого-то числа. А если навык касается владения, то есть имения, да, то правильная формулировка используется «до такого-то числа у меня есть» в собственности. Ну, уметь или уметь? Помните, да, если уметь, то с такого-то числа и продолжаем это делать, а если иметь в собственности, то до такого-то числа у меня это находится.